Паттайя с газовым баллоном в кармане. Вооружен и опасен. Приехал на отдых в Паттайю. Опасная вечерняя Паттайя. Эта история вредмён начала моего изучения Таиланда. То была моя первая поездка в Азию. Мой первый самостоятельный вечер в Паттайе. На самом деле мне до сих пор, спустя годы, стыдно перед самим собой. Стыдно не за то, что я сделал кому-то плохо, потому что никого не обидел и никому не навредил, разве что самому себе. Стыдно за то состояние души, с которым я приехал в страну тысячи улыбок. Серпень. Что серпень? Ну, переподчатокрыли. Серпень. Страшный и непонятный Таиланд. Ещё собираясь в этот страшный и непонятный Таиланд, я готовился к самому худшему. И потому на всякий случай положил в сумку к прочим вещам, болотчик с перцовым и разводами, складывая нож. На всякий случай, для защиты от несомненно поджидающих мне опасностей. Ааа, я знаю, надену свои любимые танки. Ну, первые два дня в Таиланде я провёл в Бангкоке, по большей части составе туристической группы. Тогда я хвостом ходил за гидом и боялся шаг вступить в сторону. На третий день меня доставили в Паттайю. Устроившись в отель, я решил выйти из бункера. На улице был поздний вечер, моё знание местности равнялось нулю. Офлайн-навигатора тогда не было. Ну и этот страшный мир с заворотами отеля. Я собирался как на войну, взял нож, газовый баллончик, фонарик. Как в ту прогулку я возвращался в отель, отдельная история. Потому что после первого же поворота я тут же потерялся. Где находился мой отель я не знал, да и вообще не очень понимал, где я бродил. До утра я упорно ходил кругами, обошёл центральную часть города. По моему оценкам получилось километров 20. Спустя время прикинул на карте. Я общался с мотобайкерами, заходил в кафе, спрашивал у персонала гостиниц, как мне найти мой отель. От них я устал предложение увеличить уличных жертв любви. Удивительно. Всё было тихо и мирно, и спокойно. Люди жили свою жизнь, занимались своими делами. Никто ко мне не цеплялся. Злобный паук в Таиланде. В свой отель я вернулся к пяти часам утра. Я пришёл уставший и довольный. В первый же вечер получил море впечатлений. Было только обидно ощущать себя глупым и злобным пауком, который вдруг выбрался из своей холодной банки и попал в рай. В ту прогулку со всем своим снаряжением я чувствовал себя реальным кретином. Это было обидно. Баллончик и нож немедленно отправились в сумку. В ту поездку я более не доставал. Впоследствии не брал ни в какие поездки. В Таиланде ненужность газовых баллончиков и всего такого прочего ощущаешь сразу же, как только об этом задумываешься. На самом-то деле всё просто. Если ведёшь себя как нормальный человек, ничего не понадобится. А будешь вести себя по-хамски, ничего не поможет, так как бить тебя будут толпой. Тайская улыбка. В качестве справки. Таиланд не только страна улыбок, но и страна свободных. А потому там разрешено ношение короткоствольного оружия. Пистолеты, револьверы у тайцев не редкость. Так что в любом случае, есть все резоны разруливать проблемы путём переговоров. Есть у нас проблемы. Впоследствии на основании своего опыта и наблюдений я сделал очень важный вывод. В Таиланде проблемы мы создаём себе сами. А потому на отдых из арсенала достаточно лишь мозгов и вежливости. Да и вообще по жизни. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова